все я я уселась уже делать стежку на чехол для вышивальной машинки и для оверлока оверлок я еще не собирала чехол но я думаю весь этот сериал будет один за одним и что-то такое погода меняется погода меняется на старости лет я становлюсь метил зависимой что я хотела сказать сейчас я буду делать стежку я добрый день или доброе время суток у кого какое я не знаю как будут собираться серии хочется чтобы они не были раздутые но равномерные хочется чтобы они были равномерные я макусечка ну иди иди на ручки иди у нас уже знаешь традиция всем привет подписывайтесь на канал сегодня раннее утро лаки еще не расчесывалась лайки еще не расчесывалась ждем когда у него удочку высохнет после еды мы после еды умываемся утренняя у нас утренняя у нас умывачка умываться мы любим лапки мы мыть любим а купаться будем купаться будем сейчас будем купаться купаться лаки пойдет лайки дружно смотрит куда можно спрятаться за меня же и спрячемся да все беги ой сбила меня с толку сейчас я буду делать стежку направлено руки муж какие-то особенности будут у меня проблема 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 не проблема такой маленький вопросик у меня заканчиваются все бронзовые светлые и темно золотые нитки которые я накупила у нас на обтухе а туда входит 10 10 моточек ну 10 как бы катушечек и из этих 10 3 максимум 4 я расходую 6 лежат в запасе те цвета которые с одной стороны они мне нужны но другой стороны в таком количестве меня точно не нужны а там внутри разновидности там комплектации и то это я там для себя нашла то такой оттеночек то такой но как бы столько голубых мне не надо и столько ядовито-зеленых мне тоже не надо я люблю всякую зелень такую приглушенную и тратить такую кучу денег а в рознице не могу найти такой нитки а та нитка которого меня есть у меня 130 или 150 мотков для вышивки больших пятитысячных но моя эта машинка стежку свободноходовой не берет ту нитку рвет и рвет нещадно поэтому те нитки лежат эти нитки я докупаю и получается такая фигня и у меня лежат несколько катушек более толстой несколько не взял это я смотрю вроде потоньше но вот надеюсь может быть этого цвет шикарный просто необыкновенный ну не знаю ну вот так вот все все что-нибудь расскажу интересно у меня вчера приключение было девочкам девочкам в группе показывала но я наверно расскажу покажу я потом этот кусочек прям покажу так мы все приступаем представляете вчера я бы вчера собрал уже сегодня бы давно давно стежку делала я вчера начинаю начинаю вчера третью скалывать понимаю что у меня нет иголок думаю закончились иголки смотрите чтоб не лишний раз не уколоться и чтоб не тягать большой кусок иногда можно вот так свернуть и думаю ну все иголки закончились придется сначала отстегать эти два куска потом уже я сейчас как всегда сделаю сначала основные моменты потом буду смотреть прорисовку мне нужно поснимать иголочки поэтому я буду потихонечку подбираться к иголочкам и хочется же основной рисунок повторить чтобы он как раз у меня здесь стык был одну одной ткани 2 мне нужно вписать так чтобы это был сплошной рисуночек потому как я же претендую на название художественная пицца поэтому хочется чтобы стежка моя была все таки достаточно художественная представляете я смотрю нету иголок вот сегодня я нашла думаю да не может быть у меня же три игольницы неужели я все три стала смотреть мне пока это я получается одну и ту же игольницу за два раза посчитала знаете как-то мультики нас посчитали поэтому нужно быть очень предельно внимательным так самое главное у меня здесь посредине складывается органза вот уже сдвинулась понимаете я делала на сантиметр заход и уже сдвинулась поэтому оно не будет видно но знаете хочется чтобы было очень шикарно я вчера у меня была назначена встреча я прошу прощения у меня клиенты звонят часто поэтому я иногда отвлекаюсь но я думаю мои подписчики которые мои мои они на меня не обидятся а хейтеры которым прежде гадость сказать как раз причина сказать эту гадость ладно так вот я вчера у меня была назначена встреча ну такая знаете встреча скоропостижная получилось мне позвонили сказали срочно приедет кое-что нужно передать ну что вы думаете я такая красивая нарядная я сейчас стараюсь у меня сейчас новый прикол новый виток жизни как сказать и я стараюсь у меня наряды висят ну как наряды господи мои одежки которые которые у которой вот я там тушила переделала я планирую и когда раньше так не было теперь я решила так делать то есть я планирую что я одену знаете для чего вещей наберу на шью там наделаю куплю привезу с кипра привезла кремовые такие штанишки пудровые я как раз до дочери наки приехала купила чтобы нарядное там ходить а там купила такую блузочку интересную ну в общем она и под джинсы она такая нарядная подходит и под джинсы и под чего только она не подходит и под наряды под такие знаете вот прям нарядные наряды что вы думаете я подхожу на остановку думаю что у меня в руку колет что вы думаете меня кололо бирка в руку как вот смотрите опять не знаю видно не видно где мы а это получается за кадром вот тут в этом месте вот не видно сейчас я туда приду и покажу это я потому что вот вот в этом месте но я же накладываю сантиметр 7 миллиметров там полтора сантиметра представляете вот она уже разъехалась ну она-то разъехалась отъехала я конечно это все исправлю увидите как за этим нужно следить что вы думаете у меня наизнанку одета блузка это в каком я состоянии ехала понимаете села в маршрутку хорошо что она была пустая ну как пустая достаточно свободная она была и я как села своей красивой сумочкой этой которая пицца прикрылась сижу такая вся вышла и по центральной улице города донецка я такая красивая шла понимаете как той песне пришла правда на ржали смехи я вам потом вставлю называется не мыли меня мозги надеюсь хорошо склеится видео там где я хочу показать как я какая я нарядная ехала здесь я как раз вот дошла до того места где у меня мало того что идет стык самих тканей кусок на кусок тут прям несколько подряд вот один второй третий четвертый пятый вам не видно это я уже несколько иголок сняла а это вот еще вот там где кругом иголки держат это как раз кругом стыке то я еще пришла туда где у меня идет органза край органзы мне нужно достаточно пройти плотно но при этом так чтобы это ж не просто было знаете я могла бы конечно так взять просто ровно строчку проложить и что это будет хочется же чтобы это действительно было очень красиво поэтому вот я сейчас тут буду как раз идти единственное единственное конечно у меня почему-то не получается на медленном ходу делать хотя иногда это не оправдано ну не оправдано по рисунку и по качеству но у меня строчка тогда не очень получается я не знаю может особенность машинки может это какая-то моя личная особенность такое же тоже может быть понимаете понимаете поэтому вот как бы вот так так органза потому что если придется вот предыдущий кусок я делала и там несколько раз я зашла на органзу что не очень хорошо я конечно спрятала но знаете хочется 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 чтобы все таки было покачественнее это же ну я так думаю не на один вот я этот чехольчик делаю поэтому да в общем есть уже у меня последователи чему я очень рада кому то понравилось повторить за мной наволочки кто так вспомнил что ему опять понадобился коврик то есть это говорит о том что люди смотрят людям нравится кто-то хочет точно так же повторить кто-то может лучше повторить я только рада моя цель знаете учить как делать шитье я конечно не претендую почему потому что я уже сто раз говорила повторю еще раз я не просто не профессионал я настолько знаете еще сама ученик моя мама всегда говорила знаете пошли вот эти вещи когда девяностые годы и когда вещи пошли ну такие мягко говоря очень некачественные где-то ниточка а мама это профессиональная швея очень востребованная вещи шила шикарные ой я как вспомню ее комментарии я до сих пор смеюсь говорит ну что ж это шил ну это ученики шили ну точно ученики шили ну ты посмотри вот тут ниточки торчат вот тут петельки вот тут петельки неправильно сделаны я говорю мам ну это такая массовка которая 3 копейки километр стоит шьют может быть действительно ученики может быть и не ученики но настолько быстро она может раньше вот строчку не так положил это уже забраковка это вот строчка должна быть там я не знаю в сантиметре 3 стежка там или еще что-то у нас требовалось в сантиметре 3 стежка там где я работала на заводе но это мы шили пленку в ателье там может другие какие-то требования но все равно какие-то технологические требования конечно были я просто их не знаю ну помню как она мягко говоря умилялась на эти на эти вещи поэтому я не претендую совершенно на то что я швея профессиональная после моей мамы я в жизни никогда не стану себя называть не просто профессиональной просто швеей ну мне не мешает ничего не мешает любить швейные дела как разновидность рукоделия и поделиться своей какой-то находкой или просто радостью от того что я это делаю и заразить этой радостью вас поэтому я и делюсь поэтому я и делюсь и потом вот пожалуйста я нашла себе в Донецке 3 3 подписчицы мои с которыми я общаюсь с одной уже лично общаюсь Марину я видела общалась просто не совсем у человека получается свои дела какие-то и мы с ней пока больше не совпали у нас все впереди мы женщины взрослые сами себе решаем свои какие-то свои какие-то занятия и задания поэтому я думаю как-нибудь встретимся приятно чайку попить я люблю общаться ни в коем случае не подумайте что мне не хватает общения мне как-то написали что не с кем поговорить ну я думаю что не с кем поговорить как раз вот таким желчным людям а у меня поговорить в принципе есть с кем но близкие мои подруги никто не увлекается настолько рукоделием чтобы мы сидели обсуждали каждый мой удачный стежок там знаете или какую-то удачную фантазию поэтому ну а так общение иногда у меня так много что оно излишне просто то общение немножко в рамках моего профессионального занятия которым я занимаюсь профессионально поэтому я иногда устаю от того общения и видите ухожу в рукоделие и это правильно потому как потому как если я буду общаться только на профессиональную тематику то ребята все мои подруги и соседи просто покрутят у листа потому что я начну быть иногда неадекватной я теперь сижу и равномерно заполняю все свои триугольницы потому что я со всех трехугольниц вытащила иголки слушайте я так громко кричу надеюсь что меня не слышат на улице потому как у меня за спиной скрыто окно и там могут быть свободные уши да я еще знаете что я наверное в этом видео ну и может быть нескольких последующих или через раз буду показывать наверное свое рабочее место чтобы не возникало у людей почему я так неуважительно сижу неправильно ребята ну у меня конечно квартира двухкомнатная в которой я сама живу но это не значит что я могу о осталось только две иголочки сейчас я до них дойду сейчас я до них дойду покажу вам что у меня сейчас на данный момент получилось и смогу отключиться потому что вам не думаю что прям интересно каждый мой стежок смотреть так ну основную стежку я сделала показываю это вот как сказать основная такая строчка пройдена сейчас сейчас я так медленно покажу основные позиции чтобы не рассыпалось и сейчас я буду конечно проходить проходить и делать красоту и тогда уже когда все я прострочу все прострочу и перед сборкой я их покажу все четыре куска то есть большие два куска две боковушки потом я их соберу ну и соберу и потом уже на машинках покажу обе потому что мне еще делать на оверлок и на оверлок когда буду пиццу делать ну тоже покажу как я их собираю может быть знаете как я же не показываю мастер-класс поэтому я стараюсь ну какие-то урывки все-таки снимать чтобы из двух-трех видео они же все равно это там одна вторая третья серия чтобы вы могли собрать ну понять как именно я это делаю потому что ну знаете даже само восприятие у людей я понимаю что у меня уже пошли последователи именно той пиццы которую я делаю да я там ее собрала из разных из разных видов петчворка рукоделия там и всего остального но как бы я показываю это для всех люди конечно же уже начинают повторять я уже видела я уже видела как бы такие ну там где-то попытки где-то там уже что-то но знаете как восприятие у кого-то я там даже тоже примитивную пиццу у кого-то я могу ее смотреть у кого-то не могу и точно так же я же не претендую может кому-то мой голос не нравится мои глаза или там я не знаю там цвет моих ногтей да поэтому это такой момент щепетильный как бы милости прошу тех кого я устраиваю волком ту дальше пройти по вагону тех кого я не устраиваю я сниму кусочек покажу почему я снимаю именно здесь а не где-то еще потому как потому как потому ну и все все на этом все я сейчас выключаюсь потом показываю уже готовые фрагменты пиццы ну и потом что-нибудь еще показываю все всех целую обнимаю приглашаю на свой канал много еще идей еще не все я исчерпала показала потому как я только недавно это все начала что еще подписывайтесь ставьте лайки приглашайте своих друзей делитесь в соц сетях мне это очень приятно очень благодарна своим подписчикам кто пишет комментарии и благодарить потому что это конечно же очень стимулирует и это очень приятно ну что еще ну что-нибудь вспомню еще скажу все всех целую и обнимаю пока доброе утро я за серию здороваюсь наверное раза 3-4 но я не знаю как они будут склеиваться поэтому пожелать здравствия это нормально будем желать его сколько получается столько и будем желать что я хочу рассказать и показать еще раннее утро я я еще не раз чирикалась я делаю чехлы чехлы у меня уже вот на каком этапе и расскажу с чем я столкнулась это как красота у меня получается вышивальная машинка швейно-вышивальная она большая она в общем-то обычная но там швейный блок поэтому она получается большая и мне нужно прикрыть чтобы они не пылились боже мой косое все косое слава богу что с запасом с чем я столкнулась несколько раз я их ровняла но оканчивая стежку уже окончательно смотрите какая разница да я сейчас уже буду по ходу смотреть куда какую сторону может быть там где ближе вышивальный этот блок может быть я даже не буду выравнивать это две длинные стороны нашли на вышивальную машинку вот эти две части это я делала боковушки но так как я знаете как тот Иванушка сначала делаю потом думаю я поняла что эти слишком высокие части а я ведь делаю картинку не получается у меня просто у меня получается замудренно симпатично поэтому мне не снизу не хочется обрезать не сверху что я сделала у меня то еще оверлок эти два блока да вот такая подклада кругом эти два блока у меня пойдут на оверлок единственное что я сделала в них это размер у них слава богу получился одинаковый я скруглю вот так вот верхние уголки и пущу по ним сбоку вот такую ну чуть-чуть как бы полосочку потому что по другому ну чуть-чуть не впритык чуть-чуть не впритык чуть-чуть не впритык чуть-чуть не хватает и я сделала новые боковушки пониже для швейно-вышивальной машинки кусочки у меня еще были это я вам рассказывала это была блуза шелковая с такими красивыми цветами но только на одном рукаве оказалось что целый ищу глазами сейчас я покажу оказался целый цветок да уже не нахожу а вот он прошу прощения вот этот большой цветок оказался целый только на одном рукаве на все остальные вещи вот эти цветы все порезаны и вот эти я даже не знаю как их назвать магнолии не магнолии они все порезаны вот тут более-менее оно вытачка заложено вытачку распарю весь на вытачках весь накрою на кусочках на крое ну не знаю прошу прощения сейчас оно тихо рой рой иди сюда но мама моя учила меня когда думала что может быть я буду шить что все таки когда вот такие красивые рисунки на ткани я вообще шелк она говорила нужно такие фасоны придумывать чтобы ну как можно меньше строчек было чтобы рисунок укладывался что если он режется его нужно составлять я и десятой части не умею шить так как мама но это я запомнила и когда смотришь на такой красивый рисунок ну я так понимаю шелк не дешевый весь искром со мной какой-то вот такой рюшечек тут был двойной причем состроченный рукавчики зауженные тут перестроченные тут коротенькая тут вытачка тут басочка басочка двойная на косую то есть цветы изрезаны полностью ой ой поздороваться она два раза делаешь она потом запоминает вот она пришла поздороваться мы уже поели умылись ждем когда высохнем будем переплетаться это у нас бесконечный процесс расчесаться заблестись я не хочу ее стричь поэтому она такая лохматенькая но чесаная вот ну а вот этот сам кусок он где-то там по хвостушке я показывала это был большой кусок от шторы я его купила так теперь мне осталось что сделать значит вот эту полосу которая будет соединять два блока два вот этих блока на оверлок и уже можно собирать этот вот такой получился здесь стежка ну в общем кусок от шторы ушел есть полностью но зато перекликается с тюльпанами на швейную машинку ну и в общем то весь так цвет у меня в этой комнате вообще во всей квартире подходит поэтому куда бы я не поставила теперь эти чехлы и эти машинки будут как-то более-менее гармонично значит сейчас я все это опускаю под оверлок в общем то наверное собираю и показываю уже готовые изделия потому что не хочется раздувать свои видео и буду идти сегодня к стоматологу опять у меня эта эпопея со стоматологом уже весна лето ну ничего зато буду красивая и зубастая прощаться залезла на руки сейчас вам целоваться всех люблю целую обнимаю всех приглашаю на свой канал ставьте лайки заходите буду делиться еще своими идеями идеи я уже записываю в блокнотик потому что я забываю я же на выданье у меня память девичья все всех целую обнимаю заходите ставьте лайки подписывайтесь делитесь в соц сетях всем пока наконец-то я закончила свои чехольчики как всегда как всегда фраза моего канала все как всегда я рассчитывала два дня назад вечером закончить в общем прошло третий день пошел третий сутки того как я не начала делать а как я начала заканчивать ну я не о том показываю свои чехольчики это на оверлок последний получился самый удачный я скажу ну это потому что за время пошива на машинку и на швейно-вышивальную машинку я набила руку посмотрите какой он красивый немного мне не хватило органзы и я оставляла уже какая была это посветлее розовая но меня это не смущает цель моя моя цель утилизировать все мои остатки которые у меня возникают и всякие свои фантазии воплотить поэтому меня не смущает что тут немного оттеночек не совпадает на камере это сильнее видно оверлок ну все знают как выглядит оверлок он маленький поэтому сейчас я все покажу поэтому и чехольчик такой аккуратный вот такой швейно-вышивальная машинка имеет большой размер за счет того что там стоит вышивальный блок и она всегда у меня стоит с вышивальным блоком я его не снимаю и пользуюсь ею именно как вышивальной машинкой поэтому накрывать мне ее нужно всю с вышивальным блоком и этот чехол получился такой несколько несуразненький ну опять же цель самое главное прикрыть и чтобы не пылилась машинка с этой задачей мои чехлы справятся хорошо чехольчики получились красивые изготовление этих чехольчиков это вот такие у меня все внутри и сумка и чехлы такие красивые внутри цель была какая прикрыть машинки чтобы не пылили чтобы это прилично выглядело вписывалось в интерьер они ну раньше я просто накрывала кусками органзы шелка ну чего-то такого более-менее симпатичного но это я думаю будет симпатичнее именно в чехлах ну и цель накрыть машинки утилизировать остатки набить руку на вышивку на свободноходовую вышивку и стежку как сказать видите такая художественная у меня стежка я собирала показывала но еще покажу здесь много слоев разная фактура ткани внутри и вот я усиливаю строчкой кое-где цвет меняла шелка ну в общем как на душу ложилась ну а рисунок старалась повторить сейчас я показываю вам свои машинки как это обычно ну когда я заканчиваю какой-то проект я навожу порядок и в общем то ну вот так все это у меня выглядит ну открытые машинки пылятся а накрытые кусками ткани ну не совсем как бы приглядно ну надеюсь что с чехлами будет красивее сейчас одену чехлы покажу фух ну вот наверлок сел вообще изумительно можно я туда спрятала и педаль внутрь то есть она теперь не будет телепаться у меня на полу можно сюда в принципе что-то еще спрятать ну это надо со временем подумать чехол такой внушительный получился смотрите красивенько смотрится во всяком случае и вот чехол вышивальный но так как она сама по себе как телега выглядит можно конечно еще вот это сложить нити выпрямитель или как это называется он складывается можно его тоже сюда запрятать но так как сама машинка такая вся неровная видите и она и она так и выглядит но мне удалось тоже спрятать здесь педаль коробку с мелочью всякой то есть ну более приглядно и остается место если допустим пригласить гостей то я могу сюда же поставить и швейную машинку забрать стол на котором стоит швейная машинка допустим воспользоваться когда у меня гости там или ну тот стол собирается такой совсем маленький становится ну и в общем то красоту я навела вот так опрятненько теперь это выглядит с каждой стороны по-разному выглядит чехол чехлы можно еще и немного поиграть этой стороной другой стороной ну в общем симпатично здесь у меня видите сейчас будет маникюр буду себе делать если получится я сниму как я буду делать этот мраморный маникюр он такой слегка мраморный не знаю даже как объяснить очень мне понравился светленький ой все я всех целую обнимаю всех люблю всех приглашаю на свой канал делюсь своими идеями делюсь своими произведениями можно было конечно чехол для швейно-вышевальной машинки рассчитать более скрупулезно но у меня не было такой цели знаете сделать чехол который облегает как перчатка мою швейно-вышевальную машинку мне нужна была вещь которая прикроет от пыли и которая будет симпатично смотреться ну и опять же цель моя набить руку на свободноходовую стежку на свободноходовую вышивку потихоньку мне это удается что хочу сказать серпянка у меня не пошла я конечно измучилась когда просто стежка идет такая как бы это сказать ну клеточкой да гораздо проще а так нитка нежная если бы может быть ту которая хлопок как хлопок выглядит строчная может быть а шок ну правда честно я измучилась поэтому серпянку свою дорабатываю чтоб не выбрасывать и больше не покупаю ну просто чем-то попытаюсь заменить хотя конечно что сказать держит плотнее форму держит ничего не могу сказать насчет этого и ну для клатчей наверное я хочу или косметичку или клатч все таки сделать поэтому поэтому попробую еще серпянку туда использовать все всех целую люблю обнимаю всех приглашаю на свой канал подписывайтесь ставьте лайки приглашайте друзей все очень получились видео длинные постараюсь их уменьшить как-то как-то ну и в общем-то вот такая красота у меня получилось все всем пока до сих пор до сих пор до сих пор до сих пор Субтитры создавал DimaTorzok